1606 год. Во-первых, заговор против Дмитрия. Его возглавил Василий Шуйский, которого, собственно, Дмитрий простил. Василий Шуйский уже делал заговор в 1605 году. Его приговорили за это к смертной казни. Парламент, кстати, приговорил, Земский собор. А лично Дмитрий, как уже монарх, его простил. Тем не менее, он устроил второй против него заговор. Но заговор был консервативный. Дмитрия обвиняли в том, что он не соблюдает русских обычаев и в том, что он установился в воду слова, соответственно. Главный русский обычай – подавлять оппозицию. Осуществили они все это дело восстания во время свадьбы с Мариной Мнишек. И как раз свадьба на полячке была, так сказать, основным поводом. То есть это был факт, который можно было использовать для провокации, потому что москвичи, естественно, были недовольны тем, что царицей будет полячка. 24 апреля 1606 года приехал Юрий Мнишек, приехала его дочь и около 2000 польской шляхты в Москву, которая была, в общем, не очень-то большая. То есть много приехало поляков, богатых и аристократов. С большим таким шиком они приехали, то есть с всякими красивыми одеждами и так далее. Ну и царь, поскольку казну-то московскую взял, тоже все это очень пышно делал. Марина отказалась есть московскую еду и требовала, чтобы ей варили польскую. Марину Мнишек полагалось, в общем, чтобы она перекрестить, чтобы она приняла православие. Вообще говоря, она должна была крещена быть, потому что они не признавали даже католического крещения. Естественно, реально и Марина Мнишек, и Лжедмитрий оставались католиками. Хотя греческие обряды выполнять им было не западло. Греческие обряды были, допустим, в униадской церкви. Поэтому что-то там посовещались, и вместо крещения Марину устроили миропомазание, то есть совершили над ней некий греческий обряд, после которого заявляли, что она приняла православие. Хотя это было неверно. Ну вот, 8 мая, после какого-то там миропомазания, значит, не по канонам православной церкви, ее короновали царицей Марину Мнишек в Москве. Переодели ее при этом, да, в московскую одежду. Она в европейскую приехала, именно 8 мая. 9 мая начался свадебный пир. Причем на нем подавали польские блюда, что, значит, тоже использовался потом как предлог. То, что царь на самом деле поляк. Поляки перепелись и по пьяни устраивали в Москве дебоши, что было раздуто. То есть потом, значит, заявляли, что поляки там насиловали всю Москву и так далее. Грабили прохожих. Но по пьяни там что-то такое могло быть, особенно в чужой стране. С польской шляхты такое, конечно, останется. Но это просто надо было принимать меры по поводу, чтобы укоротить поляков. Это, конечно, не повод для восстания. Но консерваторы это раздували. Уже 14 мая Василий Шуйский собрал верных ему людей, и они решили устроить восстание. 17 мая 1606 года, то есть продолжается вся эта польская пьянка уже дней 8. Вот началось восстание. Ударили в набат. По всей Москве начали звонить Пономари, естественно, то есть они на церковников обирались. Шуйские, Голицын и Татищев, то есть аристократия, которая решила восстать, московская, в сопровождении 200 человек въехали на Красную площадь. При этом они кричали, что Литва, ну то есть польская шляхта, собирается убить царя. И, в общем, что, короче, надо убивать поляков, потому что они устроили против царя заговор. Москвичи, которым эти поляки тоже действительно надоели, они дебоширили, поднялись и начали убивать поляков. Это было сделано для того, чтобы лишить Лжедмитрия каких-то воинских сил, которые могли в его защиту вступить. По сведениям Станислава Немаевского, 524 поляков были убиты. То есть вот 17 мая жители Москвы вооруженные убивают приехавших вместе с Юрием Мнишиком шляхту. Тем временем, значит, Шуйский въезжает в Кремль со своим отрядом небольшим, порядка 200 человек, то есть типичный такой переворот, и кричит, что нужно уничтожить еретика, что, значит, Дмитрий это не царь, а это, значит, польский еретик. То есть опирается, естественно, на религиозную и национальную рознь. Разбуженный колокольным звоном Дмитрий начинает сражаться, то есть он лично там схватил алебарду, заявил, что я вам, короче, не Борис Годунов. И это самое, они там все подрались. Дрался также Басманов, которого ножом в сердце убили, как соратник Дмитрия. Видя, что он не одолеет там, значит, он попытался бежать, Дмитрий. Упал с высоты 15 сажений, разбил грудь. Его взяли стрельцы, стрельцы пытались его защищать, то есть, собственно, охрана Кремля, вот она начала какие-то действия предпринимать, уже когда было поздно. Ну и, значит, послали гонца к Марфе, к царице его, к матери, реального Дмитрия, чтобы она еще раз сказала, значит, сын он ей или не сын. Пришел гонец, заявил, что, значит, Марфа ответила, что ее сын убит в Угличе. Но вот это все совершенно непонятно. Посылали ли к реальной Марфе, учитывая уровень мистификации московской политики, которая до сих пор продолжается, возможно, никакой Марфе никто не ездил. То есть, стрельцы просто формально попросили, чтобы, значит, Марфа подтвердила, что он самозванец, и, видимо, вот просто инсценировали гонца. Никаких нет доказательств, что она, значит, согласилась. Ну, вот это все устроив, значит, как только, значит, пришел этот самый гонец, непонятно откуда, выскочил сын боярский Григорий Валуев и в упор выстрелил в Дмитрия, сказав, что толковать с еретиком. Ну, то есть, все, абсолютно, что типа с католиком разговаривать. Естественно, Дмитрий пытался все это время им доказать, что он сын Грозного. Все, его, значит, вырядили в какие-то лохмотья, добили потом мечами и алебардами, потом тело таскали по Москве, издевались уже над телом длительно, лежало оно в грязи посреди рынка и так далее. Положили тело на прилавок и прочее. На грудь бросили маску, в рот воткнули дудку. В общем, эти самые православные москвичи издевались над телом своего врага совершенно не по-христиански. Три дня. Ну, все, потом, значит, к власти пришел, соответственно, Василий Шуйский, и по всей Москве началась пропаганда о том, что это Григорий Отрепьев. Марина Мнишек, тем не менее, спаслась из этого бардака. Далее, в фольклоре имеется образ Гришки-растришки, как такого колдуна некого, богохульника и так далее, и мага заодно. Но фольклор народный всячески подделывался в 19 веке. Естественно, в 19 веке официальная пропаганда Романовых была, что это самозванец и, да, там, то есть польские оккупанты и все такое. Поэтому то, что в фольклоре народном якобы есть негативный образ Григория Распутина, это еще проверять надо, насколько это фольклор. Потому что многие произведения псевдофольклора сочиняли сами, образованные московиты, в особенности в Былинах это заметно. Довольно развитый образ Лжедмитрия во всяческой литературе. Допустим, есть пьеса Лопе де Вега «Великий князь московский», где, естественно, поддерживает Лопе де Вега Лжедмитрия как католический автор. Поскольку это все связано с воцарением Романовых, вся эта ситуация очень сильно раздувалась в романовской пропаганде, и практически любой автор был должен что-нибудь написать про этого Бришку. Хотя на самом деле именно Дмитрий всех Романовых из ссылки вернул и помиловал, а как раз Годунов их преследовал и практически уничтожил их род. Вот Романовые, конечно, отплатили плохо этому самому Лжедмитрию, и, видимо, за это Богов покарал, и Романовы потеряли власть над Россией в итоге. Но глумились они над ним долго. Там Хомяков, Сумароков и все такое. Островский, Пушкин именно в этой. То есть Пушкин изображает его, естественно, авантюристом. Но Пушкин, он уже 19 век, он неоднозначен. Он, конечно, показывает, что народ безмолвствует, видя все вот эти перевороты аристократические. Но для Пушкина все равно это просто авантюрист. Демократической вот этой сути Дмитрия и всего этого переворота он не понимает. Если это просто авантюрист, что же там весь народ восстал, все ему сдавались, перешла армия на его сторону и так далее. Это, конечно, была революция, поддержанная народом. То, что творилось в 1606 году, это консервативный контрреволюционный переворот. Ну, в общем, после того, как Пушкин это все задал линию, что самозанец был просто авантюристом, потом это уже долго, уже в советскую литературу перешло, и в советской литературе такой же образ. И в историографии. И огромное количество фильмов наснимали на ту же тему. В общем, до сих пор Лжедмитрий – это пугало, которое московский империализм, так сказать, предъявляет свое оправдание. И даже праздник вели 4 ноября в честь, якобы, освобождения от поляков. В то время, как и историческая, в общем, правда, на самом деле за Дмитрием, потому что он осуществлял демократическую революцию, поддержанную народом. После убийства Лжедмитрия пришел к власти Василий Шуйский. Василий Шуйский – это ближайший соподвижник Бориса Годунова, который пытался продолжить его политику, то есть сохранять московский авторитаризм, ну, при этом осуществить определенную стабилизацию, успокоить какие-то недовольные слои населения, опираться по-прежнему на аристократию, эксплуатировать Сибирь, за счет чего покрывать всякие дыры в бюджете. Именно Шуйский победил, сначала проиграл Лжедмитрию под Новгородом Северским, потом победил его при Добрынычах, то есть он вообще-то был в оппозиции Лжедмитрию всегда, Лжедмитрий зря его, естественно, помиловал. Он пытался Шуйский какое-то время укрепить армию, потому что понимал, что будут еще восстания, был принят новый воинский устав. В 607 году Шуйский принял соборное уложение, но в целом о Шуйском следует разговаривать уже дальше в контексте гражданских войн, потому что на самом деле более-менее стабильно он где-то год-два существовал, а дальше просто гражданская война продолжилась. То есть все меры Шуйского дальше были чисто организационные, любым путем победить гражданской войне. Позвал там шведов и так далее. В общем, поэтому Шуйский никому и не запомнился, это просто был такой пожарник, который с трудом отбивался от новых восставших. В 1606 год немедленно началось восстание Болотникова, которое в марксистской советской историографии неверно интерпретируется. Ну, конечно, интерпретация так называемого смутного времени у большевиков отражает их, в общем-то, суть. Значит, они на самом деле, советские эти самые марксисты, наследуют романовской историографии. Для романовской историографии все смутное время – это просто какие-то авантюристы, невонятно откуда появившиеся, потому что, ну, это же монархическое, да, вот Бог покарал. То есть никаких там причин социальных романовской историографии не анализирует. Она повторяет просто всякую агитацию. То, что первый Лжедмитрий был продавшийся полякам подлец, второй Лжедмитрий был такой же, Болотников тоже был какой-то хер, тоже за поляков, и так далее. Вот это вот долдонит астериография имперская. Марксистская, она вынуждена какие-то же анализировать социальные связи, да, а социальные связи там очевидно, что все это было демократическое движение против боев, против аристократии, причем начиная с Дмитрия. Уже, когда, значит, Дмитрий пошел на Москву, там уже поддерживали казаки, крестьяне, мелкое дворянство и так далее, то есть демократические слои населения. Кто все заговоры против Дмитрия устраивал и против всех Лжедмитрий воевал? Аристократия высшая. То есть, естественно, это классовое движение низов против верхов, причем все, вот, начиная с вторжения Лжедмитрия в Черниговскую землю и до самого конца, это все была одна большая революция демократическая. То есть, минимальный социальный анализ показывает, что это все один и тот же процесс, одни и те же лозунги абсолютно у всех. Вот как им было это совместить? То, что с официальной, так сказать, российской точки зрения, это какие-то подонки и интервенты, а с объективной социальной точки зрения, это народное восстание. Вот так совместили. Вырвали оттуда Болотникова, который, значит, был казаком. Видимо, вот только по этому принципу. И объявили Болотникова крестьянской войной, а всех остальных аванчуристами. Это лютый дурдом, потому что Болотников воевал за поляков, за тех же, в смысле, ну, имеется в виду, за ту же программу, во главе тех же самых, которые поддерживали Дмитрия, за Дмитрия, утверждая, что он спас. То есть, Болотников это все то же самое. Это тот, кто ходил на Москву в промежутке между первым Лжедмитрием и вторым. Из той же Украины он, значит, поднялся и пошел на Москву. И все, во главе тех же самых. После того, как разбили Болотникова, те же самые пошли ко второму Лжедмитрию, продолжили всю эту войну. Он никак вообще не отличается ни по лозунгам, ни по составу, от всех остальных. Ни по целям. Цель была свернуть Шуйского и вернуть Дмитрия, который якобы спасся. В Москву. Вот, чтобы, значит, как-то совместить имперскую пропаганду и марксистскую базу, его вырвали и объявили крестьянским восстанием в этом. И вот это все довольно смешно и лишний раз показывает, что вся официальная историография советская – это просто бред, это смесь пропаганды различных уровней. Большевистская там, романовская и так далее. И весь бред, конечно, повторяется, изучается в школах. Ну, по фактам, значит, что пошли слухи, что убили не Дмитрия, а кого-то другого. Ну, вот не было, значит, СМИ, и поэтому можно было долго утверждать, что еще раз воскрес. Сам Иван Болотников был, значит, донским казаком. Он был в турецком плене, потом он был в Самборе, то есть в замке Юрия Мнишек. То есть судьба Болотникова как лидера начинается в Польше. В замке этого самого Юрия Мнишека, который претендовал, соответственно, на то, что у него дочка царица, он встретился с Дмитрием Ивановичем, который якобы бежал из Москвы. То есть, видимо, еще одним каким-то подготовленным поляками-авантюристами. Этот Дмитрий Иванович его убедил, что, значит, он спасся. И продолжает всю вот эту программу по поводу того, что аристократия московская будет свернута, больше свободы будет низшим классом, будет демократизация, университет в Москве, дружба с Польшей и Украиной и так далее. Ну и, значит, этот донской казак поддержал. Кстати, донские казаки воевали за первого Дмитрия, и потом хронически воевали за всех антимосковских Дмитриев. Значит, этого самого болотникова казака назначили генералом и послали в Путивль. В Путивле не признали на тот момент переворот в Москве, и там находился князь Шаховской, который собирал войска против Шуйского. Прибыл донской казак, и его, значит, генералом назначили. Где к нему подключился еще черниговский воевод, то есть черниговский генерал Андрей Телятинский. В результате весь Чернигов и опять весь Юг. Все, значит, присягнули теперь уже Болотникову как генералу Дмитрия. И Болотников начал поход на Москву. Где тут Крестьянская война? Вот она в той же степени Крестьянская война, как и первый поход Дмитрия на Москву. Вот абсолютно все то же самое. Все те же регионы опять восстали. Теперь уже их ведет, значит, Болотников. Шуйский послал туда воеводу Трубецкого и воеводу Воротынского, которых опять всех разбили на юге. То есть битва при Кромах, битва при Ельце. Опять эти все московские части все там разбили, казаки. Болотников собрал у которых 30 тысяч повстанцев. Разбил основные силы армии Шуйского под Калугой. Затем пытался, значит, осаждать Коломну. Это уже довольно близко. Коломну он не взял. Продвинулся уже к Москве. Битва под Троицким непосредственно под Москвой тоже была успешная. И 7 ноября 1606 года войско Болотникова осадило Москву. В ноябре подошли еще там казаки. В то же время тульские и рязанские части, они перешли на сторону Шуйского. Что было вызвано агитацией патриарха Гермогена против всего этого восстания. То есть, в общем, там часть все равно к консерваторам переметнулась, походу. Это ослабило восставших. И в таких условиях они отступили к Калуге и к Туле. 20 декабря осадили их в Калуге. К ним подошел отряд запорожских казаков с Украины. Украинцы активно участвовали на всех этапах. Удалось прорвать, так или иначе. После чего, значит, войско Болотникова отступило к Туле уже. Вот в Туле была последняя вся эта история. В Туле лично Василий Шуйский осаждал Тулу. Это уже лето 1607 года было. И 20 октября 1607 года Шуйский взял Тульский Кремль. Болотникова захватили, ослепили, потом утопили. Его сотрудника, там и соратника Илью Муромца. Кстати, вот Илья Муромец появляется. Возможно, это он и есть прототип. Вот его соратника Илью Муромца повесили. Воеводу Шаховского подстрыгли в монахи генерала Шаховского, который восстание все устроил. И так как восставших обещали, значит, не проливать их крови, если они сдадутся, то их всех утопили. То есть кровь не пролили, но все равно всех поубивали. Причины поражения все те же. То есть какие-то силы были в Москве недовольны авторитаризмом, но не смогли собрать их в достаточном количестве. Поэтому консерваторы все равно были, и вот в данном случае потерпело поражение. Но оставшиеся все части, которые спаслись, все отошли, значит, к Стародубу, а из Стародуба уже шел уже Дмитрий II, о чем будет в следующих годах. То есть революция эта продолжилась. То есть просто очередной поход на Москву потерпел поражение. В 1606 году умер Юст Липсий. С одной стороны основоположник неостоицизма, это конец 16 века, а с другой стороны один из теоретиков абсолютной монархии. Вот все-таки движуха эта была за абсолютную монархию, но она не абсолютная. Некий такой, значит, это самый каламбур. Были теоретики и пытались реализовать эту модель. Прежде всего во Франции и в Англии. В Англии это привело к революции, она там полностью провалилась. Там потом другие были теоретики уже демократические. Во Франции ее длительно тянули, пока в 1789 году тоже не свергли там всех. А теорию, да, закладывали в конце 16 века. Так как Липсий ее закладывал, его любят очень, значит, опять же, московиты, и в русской Википедии про него огромная статья просмотрел. Другие не так его любят. Ну, в общем, теоретик, да, монархий, монархист. Практически черносотенец тогдашний. А поскольку было возрождение, то он все это обосновал стоицизмом. Но так как римские стойки жили в Преримской империи, то можно было это делать. Ну, университетское образование, переходил, несколько раз менял религию, литеранство, кальвинизм, католицизм, как тогда было актуально. В конце жизни был уже католиком. Пишут, что он был на самом деле фамилист. Это была секта, которая считала... А, ну да, голландец он по происхождению, Антверпен, Бельгия, фламандец, точнее, да. Вот именно во фламандии в условиях этих всех религиозных войн распространилась секта, которая считала, что все религии абсолютно одинаковые, разницы не видно, и по всей видимости он ему принадлежал. То есть он считал, что есть только всякая религия, и никакая религия для меня одно и то же. То есть он считал, что различия между сектами не принципиально христианскими, поэтому постоянно их менял в зависимости от политической ситуации. Ну, то же самое прослеживается и в его книгах. С философской точки зрения он следует стоицизму и рекламирует его среди христиан. Стоицизм понимает монотеистически, он и был монотеистической религией. Я тут про стоицизм подробно расписывал, когда говорил об античной культуре. Вот эти все претензии иудеев, что они единственные в мире монотеисты, конечно, смешные, монотеизм прежде всего именно в греческой традиции и развивался, так как Платон был монотеистом, Аристотель, о чем все верно, потом христиане говорят, стоики были монотеистами. Они были не такими монотеистами, как дубы-католики, а более возвышенными, философскими, но точно так же были монотеисты. У них был лучший монотеизм, у Платона и у Сенеки. Они понимали, о чем они говорят, они могли разумно обосновать, почему они считают, что есть Бог, вселенский разум, почему Он один и так далее. Они об этом много писали. Так что считать их язычниками неверно. Они считали, что язычники – это придурки, которые не понимают истинной философии, занимаются всяческим колдовством. То есть язычников они презирали абсолютно так же, как и христиане. Но будучи людьми просвещенными, они считали, что не надо им мешать, потому что это у них от глупости, а дурака умным сделать это очень долго. Поэтому просто запретить дураку молиться на каждый пенек – это ничего не даст, он придумает, на что ему еще молиться. А просвещать его и образовывать – это долгий и часто напрасный труд. Поэтому они никаких репрессий против язычников не делали, но сами они были, конечно, монотеистами. Ну, примерно это объясняет Липсий. В силу того, что он стоик, он считает, что есть провиденция, то есть Бог управляет миром, то есть он не деист. Стеисты считают, что Бог есть, но миром не управляет. Мир сотворил, законы заложил, и дальше ничего не делают. А этот, да, он считает, что Бог управляет миром, так считали и стойки. Поэтому все к лучшему. В частности, он говорит, что вот, допустим, испанцы опустошили новый свет, но он восстановится. Войны Липсий тоже оправдывает, что войны происходят, чтобы не было слишком много населения на земле и так далее. То есть всякое зло он пытается как-то оправдать. Но мне кажется, такая позиция ведется к victim-блеймингу, то есть оправдывают преступника тем, что возлагают вину на жертву, или тем, что рассказывают, что все преступления к лучшему. Это обычная критика, кстати, стаицизма. Но тут я ее разделяю. Должен быть поэтому дуализм. Свободу воли, тем не менее, он признает и пытается выкрутиться. То есть, с одной стороны, Бог все предопределяет, с другой стороны, человек свободен. Ну, какие-то просто, по-моему, игра слов, я почитал его аргументы, это не аргументы. Вообще-то просто какие-то слова говорит. Бог, типа, все предопределяет, но он же и предопределяет, чтобы все свободно выбирали. Ну и что это значит, бессмысленная фраза? Так свободно или не свободно выбирать? Что к чему? Ну, в общем, что-то такое лепит, не оправдывающее это противоречие. И поэтому его объединяют, кстати, с кальвинистами. Кальвинисты же считают, что Бог определяет, да, даже вплоть до спасения. Спасается кто-то или нет, тоже Бог определяет. Ну и похожая позиция у Липси, только он это стаицизмом оправдывает. Ну, как стоик, он, естественно, отрицает все аффекты, то есть чувства, и пытается на основе стаицизма построить естественную религию. Это первая теоретика естественной религии, которые потом будут, Спиноза и Гроций. То есть, что можно, наблюдая природу, наблюдая обычаи людей и так далее, сделать какие-то выводы о Боге, и такова религия, и эта религия является естественной. То есть, можно, допустим, просто из наблюдения природы сделать выводы, что есть Бог, Он один, вездесущий, Он господин и так далее. И оставить вот эту рациональную религию, а обряды оставить, так сказать, для дебилов. То есть, обряды, естественно, он, будучи философом, тоже не признает, и вообще ничего иррационального не признает. А, естественно, религия эта рациональная, она заключается в почитании единого Бога, следовании справедливости и любви, и, в общем-то, и все. Так как больше ничего рационально вывести нельзя. А вся ритуальная часть и догматическая, она вся, конечно, устраняется сторонниками, естественно, религии. Но, тем не менее, в отличие от атеистов, они верят в провиденцию, то есть, что Бог, тем не менее, управляет. Ну, это опровергали потом скептики XVIII века. То есть, даже в такой форме, очищенной от всей мистики, все равно это не работает. Потому что все равно остаются противоречия. И самое главное противоречие, как в XVIII веке указывали, то, что мир несовершенен, конечен, в нем много зла, и мы не можем поэтому... В мире много противоречий, мы не можем из мира сделать вывод, что есть какой-то единый Бог. Ну, и единственный логический выход, на мой взгляд, в дуализме заключается, то, что в мире есть как Бог, так и дьявол. И они действуют независимо. Это единственный логический выход, который мы можем сделать. То есть, если есть естественные религии, то это манихейство. В силу того, что если бы был только Бог, то мир был бы совершенен, а он ужасен. Придумывать там всякие оправдания, конечно, можно до бесконечности. Типа, вся война там ведет к чему-то доброму. Но это такой аргумент, который всегда можно сделать. То есть, можно всегда сочинить, что все к хорошему. Ну и что? Это никак не изменит ту ситуацию, что наблюдается реально зло. И зло порождает зло, и война порождает войну. Вот что мы видим на самом деле. А на 5К Юсту Липсию он также был историк. И классификацию истории сделал. История делится на естественную, то есть биологию, допустим, и нарративную. Нарративная – это вот то, что мы под историей понимаем. И он состав этой самой нарративной истории выделил. То есть, туда входят основные все события типа войны, описание религии, как она изменялась, различных церемоний, законов, правительства какое было, переворотов, статусов всевозможных, историю морали. Вот это он уже к нарративной истории отнес. То есть, в принципе, Юст Липсия определил, что является объектом истории как науки. Классифицировал он исторические периоды так. Древний Восток, Египет, Осирия, Вавилония, Персия – это первое. Второе – Греция, Третий – Рим. Рим делится на Древний, то есть, до Империи Средний. Средний – это Империя, от Августа до Константинополя. И Новый Рим – это Византия. Все остальное – это варвары. То есть, по Липсию мы живем в варварское время уже. Ну, помимо исторических, политических трактатов, он написал трактат о библиотеках, в основном состоящий из различных цитат и описаний древних библиотек. Он написал трактат «Политика», в котором защищает макивилизм, то есть, считает, что правитель может обманывать. Трактат «Политика» включает в себя порядка 2700 цитат из всевозможных авторов античных, которым он делает комментарии. Вот оно, типичное Возрождение. То есть, он собирает из всех античных авторов и их комментирует. При этом он высказывает собственные взгляды. Ну, естественно, он был образованный с возрожденческой точки зрения, знал всех античных авторов хорошо. Ну, вот в комментариях, какая у него позиция. Может обманывать монарх. Он делит обман на три уровня – легкий, средний и большой. Большого нельзя. Большое – это предательство, допустим. А средний можно, допустим, что-то скрыть или обмануть, чтобы привлечь на свою сторону. Это можно. Ну, также он считал, что можно политическое убийство осуществлять и так далее. Но вот в силу его стоицизма, когда он способен любое зло оправдать тем, что Бог всем управляет, у него и получается моральный релятивизм. Ну, за это мы монистов и не любим. Учение о государстве. Государство он отождествляет не с национальностью и даже критикует приверженность собственной национальности. Вот он как раз теоретик этой самой политической нации, которую я всячески критикую. То есть он считает, что государство – это благо само по себе, оно приносит порядок в хаос. Нужно служить государству, а не своей национальности. Он как раз жил же в период жуткой войны, и он пишет с их предыдущими, что мне плевать, что там идет война у меня на родине в Бельгии, там и в Голландии уже около ста лет. Да, уже там жутки всех убивают, и хер с ним. И вот все равно мир разумен, иначе убивают только лучшему. А служить надо государству, а не своему народу. Вот эти все подлости Юст Липсий излагает, и за это вот так любят российские авторитаристы. Рассматривает три формы правления, монархию, аристократию, демократию, и делает вывод, что лучше это монархия, потому что демократы все между собой ругаются, и к власти приходят некомпетентные люди, которые просто победили в какой-то борьбе политической. А монарх по его представлениям компетентный человек. Вот это не доказано, потому что глупых и дурных монархов мы знаем сколько угодно, Иван Грозный, он первый пример. Поэтому тут вся аргументация монархическая тоже довольно-то странная. Он много бичует демократов, что вот они там все честолюбивые, алчные. А почему монарх-то другой? Почему монархы не честолюбивые, не алчные? Мы постоянно наблюдаем именно честолюбивых монархов в истории и алчных. Но он выделяет, конечно, тирана. Тиран – это тот, кто правит вопреки закону. То есть он естественное право выделяет, есть некий естественный закон справедливости, если монарха его нарушает, он становится тираном, и его, соответственно, надо свергать. Ну а и чем мы должны так все время свергать монархов и воевать? А почему бы нам их не выбирать, если они становятся, значит, тиранами? По-моему, более такой мирный способ свергнуть правителя, раз он плохо себя ведет, это именно выбрать его. Почему мы должны вооруженным путем все время правителя выбирать, а не нормальным, мирным? Также у него есть идея, что государь должен воспитывать своих подданных, и вот в этом тоже суть государства, что власть воспитывает подданных. Это обычная демагогия власти, которую мы сейчас видим. С какой стати взрослые мужики воспринимаются чем-то вроде детей, а власти почему-то что-то типа родителей? Почему меня должна воспитывать власть? Чего? Какой-то чиновник, он лучше меня или умнее меня. Как это обосновывается? Никак. И нравственнее тем более меня. Я вот, так сказать, своим трудом на жизнь зарабатываю, я явно нравственнее, чем какой-то мужик, который сидит в кабинете, грабит меня налогами и на это живет. И живет в какой-то системе, где выслуживаются, получают должности, они не получают за свой труд, за свои реальные достижения и так далее. Я совершенно не понимаю, с какой стати они должны меня воспитывать. Почему клопы должны воспитывать того, чью кровь они пьют? Ну, в общем, вот это вот все про воспитание государям тоже активно очень улипся имеется. Мерзавец он, на самом деле. Мерзавец он, потому что он манист, потому что он отрицает вообще, что есть добро и зло. Ну, естественно, он говорит, что у монарха могут быть советники, которые ему помогают, делают его более мудрым. Но они никакой власти не имеют, это просто руки монарха. Так как он считает, что государство абсолютно и правильно, оно должно контролировать частную жизнь и бороться с развратом, пьянством, бранью, ограничивать роскошь и налагать за все на это наказание. То есть влезть в личную жизнь людей, разбираться, с кем они там спят, как они там разговаривают и наказывать за все за это. Штрафы налагать и так далее. Церковь должна быть подчинена государству. Церковь является просто, значит, средством управления людьми для него, конечно, потому что он сторонник, естественно, религии. То есть он не верит во все эти обряды, в магию и так далее. Но она нужна, чтобы управлять дураками. Еретики всяческие, они не потому вредны, что они, так сказать, что-то неправильно говорят, а потому что они мятежники и уклоняются от государственной церкви. Поэтому их нужно подавлять просто потому, что мятежники. Понятно, что, значит, только естественная религия есть. То есть он не верит, на самом деле, ни в какую религию. Его религия ограничена небольшим набором постулатов, там 5-7 постулатов, которые, как он считает, рационально выводятся. А в догматику католицизма или протестантизма он не верит, и в этику тоже. Но он считает, что это нужно, чтобы подчинять народ. Поэтому, если против этого еретики возражают, то их нужно подавлять просто потому, что они, значит, диссиденты, и они против абсолютной власти. Ну, вот такую мы имеем довольно целостную концепцию Юста Липсия. И она, кстати, так или иначе повторяется всевозможными фашистами до сих пор. То есть все по воле Божьей, значит, все воины, все преступники тоже по воле Божьей. И нужно подчиняться монарху, потому что он лучше, или там Путину, или кому-то еще. И он нас воспитывает, и он наш там отец, и так далее. Ну и вот все это излагалось еще в конце 16 века.